И, конечно, к здравоохранению будет отношение очень негативное. Я думаю, что мы совместными усилиями этот вопрос рассмотрим и решим. Потому что звонившая женщина сказала, что с больными детьми приходится ехать сначала на одной маршрутке в город, потом на другой в Тиенск, потом также возвращаться. Думаю, что мы найдем решение этого вопроса. Ну и вот, соответственно, еще один вопрос. Максимова Раиса Филипповна наподобие задает вопрос Лебяжи. Нельзя ли отнести нас к городу или к Новой Майне, так как очень сложно добираться до больниц? На автобусе, потом пешком. Ну вот это тоже аналогичный вопрос. Он будет, конечно, рассматриваться вместе с администрацией Меликесского района. Потому что здесь вопрос и пойдет об объемах медицинской помощи, что касается обязательно медицинского страхования. И бюджету, возможно, Меликесского района придется в этом поучаствовать. То есть эти вопросы мы, конечно, возьмем и обязательно в самое ближайшее время рассмотрим. Но надо сказать, что в пятницу губернатор будет работать в Меликесском районе. И я думаю, что мы этот вопрос будем рассматривать также на уровне губернатора. Потому что люди не должны страдать вот именно так, как сейчас здесь прозвучало. Медики задают очень много вопросов и все одного плана. Когда будет повышение заработной платы? Медики задают вопросы жители 172-й медсанчасти, вернее, клинической больницы. Ну, я не знаю, наверное, так же. Повышение заработной платы происходит. Оно происходит планово в соответствии со всеми федеральными законами. Конечно, хотелось бы большего. Но, к сожалению, заработная плата медицинских работников, она оставляет желать лучшего. В этом направлении работаем. В нашей больнице заработная плата, она даже по среднестатистическим нормам, она превышает заработную плату медицинских работников по области. То есть в этом направлении выше. Наши работники, благодаря усилиям, в том числе и областных властей, получают сейчас выплаты с 2011 года по всем программам модернизации здравоохранения, эмбулаторной помощи, стандартами сейчас получили. Поэтому с помощью вот этих механизмов различных, конечно, мы будем стараться максимально повысить заработную плату медицинских работников. Еще один вопрос Бориса Валентиновна Александровна задает. Очень трудно попасть к врачу, к любому, мне как бывшему сотруднику МСЧ. Можно ли сделать льготы медикам на записи к врачам? Ну вот этот вопрос, он мною тоже будет решен в ближайшее время. Значит, мы хотим создать, скажем так, кабинет доверенного врача, который будет принимать не только действующих сотрудников клинической больницы, но и тех, кто уже не работает у нас. Но, тем не менее, достойны тех льгот, о которых они просят. Ну, я бы сказала здесь, прошу прощения, но я считаю, что этот вопрос относится ко всем жителям города. Поскольку, если людям сложно попасть на прием, то просто надо рассмотреть, почему. Потому что здесь должна быть обязательно и запись по электронной регистратуре. Я знаю, что в детских поликлиниках она уже действует. И в областные учреждения записывают по электронной регистратуре. Плюс предварительные записи. Да, кстати, звучал еще, извините, вопрос такой, можно ли записываться по телефону к специалистам. Потому что в некоторых отделениях есть условия, нужно прийти определенный там к какому-то времени. Я думаю, что это нужно обязательно отработать. Я думаю, что Сергей Анатольевич, конечно, это сделает в ближайшее время. У нас программа информатизации разработана как раз на 2011 год, и я до нее тоже не дошел. На 2012 сейчас уже будет. Я так понимаю, в Демидрограде перемены будут большие. Да, большие перемены. В медицине. Я, знаете, вот что хочу еще сказать, что вот тоже по телефону был вопрос, что не всегда люди могут попасть на прием, допустим, к областному специалисту. И здесь я бы хотела обратиться и к Сергею Анатольевичу, как руководителю больницы, и к докторам. Я не понимаю, когда люди нуждаются в помощи областных специалистов, им элементарно не дают направление в область к специалисту, допустим, ну, к тому же гастроэнтерологу, либо нейрохирургу, которых нет в городе Демидрограде. Да даже если есть, у человека должен быть выбор. Поэтому я думаю, что эту тоже систему мы отработаем в ближайшее время. И мне непонятна реакция докторов. Ну, вы можете, конечно, направить в клинику ФМБА. Во-первых, это дольше. Во-вторых, это затратно и для больного, и, может быть, не всегда это нужно. Поэтому, если нужны консультации областных специалистов, то в этом проблеме никакой быть не может. Да, все вопросы взаимодействия. Область, в принципе, готова нас лечить. Конечно. И принимать, и лечить, и вопросов нет здесь никаких. Валентина Герасимовна, вот как проходит лекарственное обеспечение жителей Демидрограда Меликевского района? Вот такой вопрос прозвучал. Ну, лекарственное обеспечение жителей и Демидрограда Меликевского района проходит, вот я уже начала отвечать на этот вопрос, практически так же, как жители всей области. Но есть, конечно, проблемы вот именно с некоторыми лекарственными препаратами, допустим, которые идут по 890-му постановлению, но доктора и медицинские работники знают, что это такое. Мы решаем одинаково, что по Демидрограду Меликевскому району, хоть по Кулатке, там Майне или по кому-то еще. Вот, просто здесь на самом деле я считаю, что надо, ну, подходить более по-человечески, что ли, к решению любой проблемы. Ведь у нас, вот, кстати, завтра день редких заболеваний. И у нас в городе, в Демидрограде, и в области есть люди, страдающие редкими заболеваниями. Поэтому здесь подход у нас строго индивидуальный, потому что не все они, к сожалению, входят в семь на залоги, то есть не все обеспечиваются лекарствами через федеральный бюджет. Областной бюджет в этом году выделил более чем в два раза больше, а если быть точной, то 175 миллионов на данную вот задачу, на решение проблем лекарственного обеспечения региональных льготников. Поэтому я считаю, что и город будет в этом участвовать, и на сегодняшний день, надеюсь, что вопросы мы снимаем по лекарственному обеспечению. И еще вот, ну, будет уже просьба к администрации городу ускорить передачу аптечных учреждений в государственную сеть аптек. То есть это будет все проще? Ну, во всяком случае, это будет централизовано и будет подконтрольно. Так, горожанка задает вопрос, огромная просьба. Светлана Ивановна задает вопрос, огромная просьба разграничить время приема специалисту УЗИ Брюшной полости на взрослые и детские. Поликлиника Старого города имеется в виду? Да, этот вопрос тоже взят на контроль. Мы его практически уже решили, потому что эта горожанка обращалась в том числе на сайт Трисосны. Ее вопрос был буквально, наверное, день или два дня назад. Значит, на кабинете, это 81 кабинет по Ульяновской, 72, повесили объявление о разграничении очереди для детей и взрослых. И в будущем, при наличии решения нами проблемы узких специалистов, нехватки, вот это будет совершенно два раздельных кабинета. Гузель Юрьева. Мама, инвалид второй группы, уже в четвертый раз должна идти на автек. Через сколько лет и с каким диагнозом дают возможность ходить бессрочно? Ну, вы знаете, такого нет однозначного решения, что вот через 2-3-5 лет будет признан инвалидом бессрочно. Эти вопросы решаются строго индивидуально и решаются это медико-социальной экспертной комиссией, на которую предоставляются документы. Поэтому лучше этот вопрос мы переадресуем, руководствуем СЭК, и они дадут ответ, если там есть кому дать ответ. Дмитрий Авградец, Новиков Георгий Геннадьевич, имею ли я право получить медицинскую помощь по страховому полису, не по месту жительства, а в поликлиниках других районов? Других районов города? Города, да. Ну да, жители города Дмитрий Авграда имеют право получить медицинскую помощь. То есть нет проблем? Нет. Следующий вопрос. Все-таки с 1 января этого года муниципальные учреждения здравоохранения перешли в государственную собственность. Расскажите, как сейчас осуществляется взаимодействие областного городского здравоохранения? Мы говорили об этом. Но все-таки нет ли таких проблем, что вот... Ну, вы знаете, это никак не связано сейчас с Дмитровградом, потому что здравоохранение Дмитровграда уже не было муниципальным. Но на самом деле, вот начиная с 2012 года, с января, все муниципальные учреждения здравоохранения стали государственными. То есть они все перешли на уровень субъекта. И на сегодняшний день это единая государственная медицинская сеть. А что касается Дмитровграда, то здесь здравоохранение еще более высокого уровня, оно федеральное. Поэтому я сегодня и говорю, что только у жителей Дмитровграда, единственное, у города Дмитровграда во всей нашей области есть такая уникальная возможность. Лечиться как в областных лечебных учреждениях, так и в федеральных. Были, не скрою, были на самом деле некоторые несогласованности, были проблемы по направлению в областные учреждения, но они с стороны области. Поэтому на сегодняшний день эти вопросы практически все сняты. И я думаю, что если у кого-то есть еще вопрос, то в течение среды и четверга они могут позвонить либо на мой телефон, либо Сергею Анатольевичу. И мой телефон, который в министерстве 410501, в любой день можно позвонить и задать свой вопрос. Если меня нет на месте, значит мне его обязательно передадут. Да, и я провожу еженедельный прием по личным вопросам. Все желающие приходят ко мне по четвергам, начиная с 4 часов вечера. В том числе все заместители проводят эти личные приемы. Поэтому на любой вопрос мы всегда найдем ответ и поможем любому из жителей города Дмитровграда с его проблемой. Вот Сидорова Лидия Павловна нам такое сообщение прислала. Хочу выразить благодарность всему персоналу, докторам областного онкологического центра за качественную и своевременную помощь. Спасибо настоящим врачам. Очень приятно. Очень приятно, конечно, читать такие. Так, почему закрыли аптеку в Сосгороде? Ну вот на проспекте Ленина очень неудобно, аптека была круглосуточная. Да, она была круглосуточная аптека. Я сегодня впервые слышу, что она закрыта. Мы постараемся, конечно, эти вопросы снять. Я не могу сказать нет. Да, давайте мы отдельно с этого атлета. Так, живу в Новой Майне. В городских поликлиниках нас не принимают. Татьяна Николаевна Юрчина. Даже сотовый свой оставил, вот, то есть, видимо, факт. Давайте посмотрим, да, по какому вопросу. А вообще надо обращаться к руководителю поликлиники, где, если имеются какие-то проблемы непосредственно, либо напрямую звонить в приемную директора или главного врача. Мы сразу этот вопрос отдадим тебе Анатольевичу, тем более, что здесь и телефон указан. Здесь телефон есть. Что за проблема, какая? Так, нет специалиста мамолога, но это о узких специалистах как раз, да? Нет специалиста мамолога. Почему? Куда можно бесплатно обратиться? Ну, мы в этом году, вот, сейчас уже приступили к разработке программы по сохранению женского репродуктивного здоровья, потому что у нас на протяжении ряда лет работает программа мужчинам здоровья и долголетия. К сожалению, на самом деле помощь мамолога очень востребована. И в этом году, вернее, в 2011 году область получила дополнительно 4 мамографа. Они, значит, распределены по городским поликлиникам и одна отправлена в район, Барышевский район. Ну, в городе действует, работает мамограф на площадях онкологического диспансера, да? Платно или бесплатно, вот Сергей Анатольевич, наверное, сейчас скажет. Но мы на сегодняшний день решаем вопрос, чтобы и в городе Димитровграде также была мамография, то есть по программе. Город Димитровград будет участвовать обязательно в этой программе. И мамография, если только есть проблемы и не проводят мамографию здесь, в городе, то я, конечно, возьму тоже на контроль этот вопрос. Сколько будет целевых направлений от ФМБА в медицинский институт в Самару? Кому будет отдаваться предпочтение, если их будет очень много? Ну, у нас существует целая комиссия при клинической больнице, которая осуществляет как раз набор на эту целевую программу для поступления в медицинские вузы. Значит, ответственная из Хакова Светлана Николаевна. Как правило, предпочтение отдается тем, кто и у кого потомственная медицина, имеется в виду семейные родители. Кроме этого, мы обращаем внимание на аттестат обязательно, то, как учится ребенок. Сейчас в межуреет, да? В данном случае подросток, да. Все ясно. И еще один вопрос. Ну, социальные годы, конечно, учитываются в первую очередь. Да, муж получил травму спины в Москве на заработках. Ему не дали там больничный, нет средств. На существование что делать? Ну, вообще, конечно, это нужно его посмотреть. Либо эпикрис, если он лечился в больнице. Если он не работает сейчас и по состоянию здоровья работать не может, то, конечно, он должен быть оформлен на медико-социальную экспертную комиссию. Это частный вопрос. Я тоже передам вам. Но здесь телефон, если есть, то, конечно, это нужно сразу, чтобы мы взяли на контроль. И, к сожалению, рамки передачи наши ограничены. Вопросов очень много. Уважаемые телезрители, я хочу сказать, что все вопросы, поступившие к нам в редакцию, будут переданы, наверное, Валентине Герасимовне и Сергею Анатольевичу. Но дело не в этом. У нас еще, помимо всех этих вопросов, которые прозвучали у нас сегодня в эфире, будут ответы на нашем портале 3сосны.рф. Звоните нам на 3.11.45, задавайте свои вопросы, и в следующий раз мы обязательно ответим на них в эфире. Я хочу сказать еще, напомнить, что завтра работают специалисты в поликлиниках города, поэтому доктора уже на сегодняшний день решили, какие специалисты это будут. А в будущем, пожалуйста, мы готовы принимать и организовывать приемы ежемесячно здесь, на территории города. Благодарю вас за беседу. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»